Сегодня же Михаил Игнатьев и Андрей Чибис посетили предприятие Гален. Гостей познакомили с инновациями в строительной отрасли. Подробности в следующем материале. Продукцию этого завода уже давно знают за рубежом. С помощью вот таких материалов сейчас строят и модернизируют жилые дома в окрестностях Лондона. Вообще в страны Европы поставляется 30% произведенных изделий. В Англии при помощи этого продукта утепляют уже построенные строения. То есть они на основании строительной фиксируют эту гибкую связь и потом делают утепление и еще один внешний слой кирпича. Слева у вас есть гибкая связь, вот она рядом с беленькой лежит. Да, так называемая 6-2-П. Вот она наиболее массовая применяемая в России гибкая связь. Значит это несущий слой стены, утеплитель, вензазор и внешняя стена. Вот так она. То есть тоже другой... Этот продукт в России применяется великолепно. Так же как и композитная сетка нашла свое применение как раз в кирпичной кладке. Спрос на продукцию укрепил позиции завода на российском и международном рынках. Сейчас Гален является единственным предприятием в стране по выпуску композитной арматуры. За последние годы заказы на этот материал увеличились в разы. При этом и завод начал работать в три смены. Зарплата такая тоже достойная. Налоги платят, публично открыто работают. Единственное, спрос будет увеличиваться. Причем, отмечают на заводе, их продукцию стали применять не только в сфере жилищного строительства. Базальту пластику не страшна коррозия, а производство этого материала обходится дешевле металла. Арматура, она крайне эффективна не в жилищном строительстве, а она крайне эффективна в животноводстве и в сельском хозяйстве. Потому что тот же птичник или коровник, щелочная среда, соответственно, железобетон подвергается агрессивному воздействию. Сейчас Гален стремится стать резидентом Чебоксарского технопарка. Это позволит предприятию увеличить количество работников. Мы планируем открыть производство мощностью, ну, в площади, это примерно 12 тысяч квадратных метров, с сохранением текущей номенклатуры выпуска, ее расширением и, соответственно, увеличением персонала с нынешнего уровня в 200 человек до где-то 500-600. Заместитель федерального министра Андрей Чибис отметил, что строительная индустрия сейчас очень нуждается в таких инновациях. Это прямой выход на импортозамещение. Дмитрий Ковалев, Ольга Пыречкина и Андрей Шоклев. Республика.